Никому не хочется сидеть в боксе, всем хочется выйти, общаться, гулять. Откуда взялся этот вирус вообще? Почему раньше такого не было? Достаточно сделать прививку. Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые коллеги. Мы традиционно запустили наш прямой эфир отсюда, из Центра онкологии Николая Николаевича Блохина. Мы обещаем напрямую, можно сказать, из нашей студии, из НИИ детской онкологии и гематологии. И, конечно, проводим нашу замечательную традиционную детскую среду. Детская среда – это уникальный проект, который объединяет врачей детских онкологов, да не только из НИИ детской онкологии Центра Блохина, но и из Национального общества детских гематологов и онкологов, Российского общества детских онкологов. И здесь у нас прямой диалог, вопросы и уже достаточно много присоединившихся. Тема у нас сегодня традиционно актуальная. Мы озаглавили ее как COVID-19 и другие инфекции в детской онкологии и гематологии. И традиционно пройдем мы детскую среду по теме инфекционных ковидных дел вдвоем с Татьяной Викторовной. Татьяна Викторовна – кандидат медицинских наук, главный врач НИИ детской онкологии и гематологии. И я заместитель директора нашего замечательного НИИ. И я думаю, что традиционно мы даем нашим гостям вступительное слово. Не станем исключением мы дадим слово Татьяне Викторовне. Добрый день, дорогие друзья. Я рада вас приветствовать в нашей еженедельной встрече, на нашей еженедельной встрече «Детская среда». И рада сообщить, что сегодняшняя тема крайне актуальна, особенно в условиях повышающейся заболеваемости COVID-19, обусловленной новым штаммом, как вы знаете, новой разноридностью вируса. И теперь непосредственно мы сегодня обсудим, как же нам существовать в этих реалиях. Мы уже почти два года живем в условиях эпидемии, и ко многим ограничениям, ко многим требованиям мы уже привыкли и стали реагировать спокойно. Но сейчас в связи с быстрым распространением нового штамма вируса и таким эпидемическим подъемом заболеваемости, который вновь наложился на случаи респираторно-вирусных инфекций, с сезонным повышением случаев респираторно-вирусной инфекции, мы понимаем, что тема крайне актуальна. И поэтому возвращаемся снова к нашему диалогу. И прежде всего хочется сказать, что не только ведь наши ограничения работают. Ограничения работают тогда, когда мы осознанно к этому подходим. И поэтому сегодня, отвечая на ваши вопросы, мы будем разбивать стереотипы, которые неверные, которые формируются под влиянием непроверенной информации, и доносить до вас только правдивую, только честную информацию о тех инфекционных процессах, которые действительно опасны для наших пациентов. Спасибо большое, Татьяна Викторовна. Я начал смотреть чат, у нас много очень подключившихся. Это очень здорово. Ну и есть вопрос, который не напрямую, но я думаю, на него ответим, чтобы быстрее дальше двигаться. Спрашивают, скажите, когда надо показать ребенка-онкологу с большим родимым пятном на спине? Ну, честно сказать, сразу надо показать, как такова возможность представилась. Мы не знаем, в каком субъекте РФ вы проживаете, но если, например, в Москве, то можно прямо показать у нас в научно-консультативном отделении. У нас работает Татьяна Сергеевна Белышева. Вы можете видеть записи прямого эфира, интервью с ней. У нас в Инстаграме очень квалифицированный специалист. Ну что же, у нас есть пока задают вопросы уважаемые коллеги в чате. Мы можем зачитать, которые опросы пришли. Их, к счастью, пришло целых три. Это очень интересно. И позвольте, Татьяна Викторовна, начать по поводу интерферонов. Вопрос зачитаю вам. И ещё вопрос. Нашим детям можно принимать интерфероны при лечении вирусных инфекций? Слышала противоречивую информацию. Как вы считаете? Видимо, респираторный тракт. Как раз, как сказать, по вашей специализации помню. Да, видимо, речь идёт о заболеваниях, вирусных заболеваниях верхних дыхательных путей. Ну, что здесь надо сказать? А в каком виде интерфероны? Какой путь введения этих интерферонов? И зачем, самое главное, мы их будем применять? Потому что группа интерферонов, она обширная. Это и бета-интерферон, который часто используется. И гамма-интерферон, и альфа-интерферон, и индукторы интерферона. Тоже часто их называют интерферонами. То есть, это целая группа препаратов. И группа этой препаратов, в общем-то, как любое лекарство, имеет противопоказания. Напрямую противопоказаний к ряду препаратов онкологические заболевания не являются. Но всё равно мы должны понимать, с какой целью мы это делаем. Если мы говорим о том интерфероне, который в виде порошочка продаётся, разбавляется и закапывается в носовые ходы, то мы должны понимать, что это, в общем-то, такое лечение по типу плацебо, которая, скорее всего, нам даёт просто уверенность в том, что мы нечто делаем. Ну, плюс промывание носовых ходов. И с этой задачей могут легко справляться другие препараты. Если мы говорим о более серьёзных группах с лечебной целью применяемых интерферонов, то они обладают, с другой стороны, и очень токсичным действием. Ну, допустим, интерфероны используются в схемах лечения меланомы и других заболеваний. И в этом случае, если мы будем в таких высоких дозах подгонять определённые иммунные клетки, то мы, конечно, встретимся с токсичностью. Поэтому всё индивидуально, но для вирусных инфекций самое главное, вот самое главное, услышьте меня, пожалуйста, это всё-таки орошение слизистых оболочек с солевыми изотоническими растворами, с тем, чтобы смыть ту патогенную флору, которая попадает в верхние дыхательные пути. Вот с этого всё начинается. Эта рекомендация безопасная и 100% эффективная. Сразу спрашивают, скажите, как правильно промывать нос, чтобы не навредить ребёнку? Да, это, между прочим, очень важный вопрос, как ухаживать за верхними дыхательными путями, особенно в период эпидемического подъёма заболеваемости. Прежде всего, если мы используем средства для ухода, они должны быть изотонической концентрацией. Нам не важен производитель, нам не важно, какое фирменное название, какие дополнительные названия имеются на упаковке. Нам важно запомнить только две вещи. Это изотонический раствор и концентрация соли в этом изотоническом растворе 9 грамм в литре. Вот эта информация обязательно содержится на упаковке флакона, на флаконе вот этого раствора. Далее, когда мы собираемся помыть нос ребёнку, если это ребёнок старше, чем год, он уже может вертикализироваться, то мы не делаем никаких особых движений, мы просто распыляем на слизистую оболочку, сначала на один носовой ход этот раствор, потом на другой носовой ход, осторожными движениями, массируя крылья носа, мы распределяем препарат по слизистой носа, выжидаем, когда возникнет потребность, удалить излишки слизи и раствора, берём носовой платок, с которым справляются прекрасно бумажные салфетки, которые являются прекрасным гигиеническим средством, закрываем один носовой ход, форсированно выдыхаем, и затем повторяем манипуляцию с другим носовым ходом, при этом мы утилизируем все салфетки так, как положено, складывая в пакет и выкидывая в мусор. Если это ребёнок маленький, то мы наносим солевой раствор капельками, достаточно 1-2 капли в каждый носовой ход, и мягко массируем крылья носа, прижимая к перегородке, для того, чтобы препарат распределился. Берём аспиратор, поскольку ребёнок раннего возраста не умеет высмаркиваться, вводим сжатую грушу или аспиратор и забираем слизистый секрет из полости носа ребёнка. Вот такая простая манипуляция нас может защитить от проникновения вирусов у бактерий. Спасибо большое. Традиционно кое-что и для себя узнал. У нас единственный вопрос есть по поводу метастазов в кости. Но тут взрослый вариант онкологического заболевания. Пожалуйста, задайте его в личные сообщения. Мы попросим пресс-службу его переадресовать, чтобы ответить, потому что у нас всё-таки детская среда. Ну что же, дорогие друзья, содержательная у нас беседа начинается. И действительно такая абсолютно практическая, что мы всегда и добиваемся. Пожалуйста, не забывайте, что можете задать свои вопросы в чате по теме. А мы тогда продолжим. Добрый день. Скажите, пожалуйста, может ли ковид или другая вирусная инфекция стать причиной возникновения опухоль лимфоузлов в ржейке тонкого кишечника у младенца? Наш диагноз звучит как воспарительная миофиброластическая опухоль в ржейке тонкой кишки с опухолевым поражением лимфоузлов в ржейке и большого сальника. Я бы по поводу ВМО, знаете, что начал бы с того, что это редкая опухоль. У нас это один из вариантов того, чем мы занимаемся здесь в Институте детской онкологии и мотологии Центра Блохина. И вы можете посмотреть эфир по редким опухолям с Аминой Магомедовной Сулеймановой. И в этом плане, конечно, очень было бы интересно, я думаю, еще раз послушать коллег, я думаю, их обязательно пригласим. Ну вот такая вот вирусная теория возникновения злокачественных на образовании, в особенности у детей. Это, наверное, такая больше солидная история. Татьяна Викторовна, вот как солидный специалист, что скажете? Есть ли подтверждение? Хоть одна вирус, как сказать, ассоциированная опухоль бывает? Вирус ассоциированные опухоли бывают. Но ковид пока не отнесен к вирусу ассоциированным метеологическим факторам. Я думаю, это возможно, это вопрос будущих исследований. На сегодняшний день однозначных подтверждений связи COVID-19, вируса COVID-19 с какими-либо детскими злокачественными опухолями или взрослыми злокачественными опухолями мы не знаем. Поэтому все в будущее, смотрим в будущее. А вот то, что миофибробластическая опухоль, будь то брыжейка тонкой кишки или какая-то другая локализация, необходимо лечить, это абсолютно точно. И для этого, пожалуйста, обратитесь своевременно к онкологу, чтобы вам назначили то лечение, которое будет эффективно. Ну, единственное, я вот думал, может быть, мы могли бы с ним про ковид сказать, но, например, там, вот ВПЧ, если вакцинация предлагается, то это один из немногих таких доказанно ассоциированных к закачественному образованию. Поэтому, конечно, это важно иметь в виду. Но вот по ВМО мы ни разу не слышали, что может это действительно ковид. Единственное, мы рассказываем многократно, что бывают с ковид связанные, скажем так, различные синдромы, которые маскируются по злокачественному образованию, когда мы проводим дифференциальную диагностику. Но вот чтобы опухоль после ковида, ну это, так сказать, совпадение. Да, Кирилл Игоревич, ведь мы стали включать ковид в перечень заболеваний, с которыми мы действительно вынуждены проводить дифференциальную диагностику ряда злокачественных опухолей у ребенка. И прежде всего это и лимфопролиферативные синдромы, и такая генерализованная лимфоаденопатия, которая раньше случалась у детей. И когда мы еще не знали о том, что может быть такая пандемия ковид-19 обусловленная. Такие состояния были, мы включали их в перечень. Но теперь похожие состояния в виде формирующихся таких лимфоузлов, лимфоцитарной инфильтрации, формируются в результате заражения человека вирусом ковид-19, как проявление заболевания. И это, да, требует участия онколога. Вот на сегодняшний день такие факты мы знаем. Просто рассказать про некую таблетку здесь, я уж торговый банк, позвольте, не прочитать не буду. Но опыта в детской онкологии про такие препараты нет, поэтому рассказать мы не сможем. Вот название. Ну, волшебные таблетки, надо сказать, на сегодняшний день, которые человек мог принять и вылечиться от какого-либо респираторно-вирусного заболевания, на сегодняшний день не существует. А это, по-моему, даже ещё и некая антионка написана. Ну, тем более антионка, это, наверное, хорошо знают знахари, но официальная медицина не признаёт таких средств. И, к сожалению, вот эта эпоха знахарей, мы это всё надеемся, что она прошла или вот-вот пройдёт, но продолжаем сталкиваться со случаями, когда обращаются пациенты, которые проходили лечение в неких клиниках, у неких знахарей. И мы видим те последствия вот такого вот воздействия. Оно не безобидное для пациентов и очень трагичное, потому что, к сожалению, время упущено. Поэтому есть аллопатическая медицина, и её средств достаточно, чтобы лечить и ОРВИ, и другие инфекции. Следующий вопрос. Тут, честно сказать, не написано, это ребёнок с злокачественным образованием в анамнезе или нет. Я думаю, они, наверное, общие будут. Скажите, Татьяна Викторовна, как проходит реабилитация после ковида, диета, прогулки? Реабилитация после ковида будет включать несколько мероприятий. И, конечно, эти мероприятия рекомендовано проводить в специализированных отделениях. И такие отделения сейчас открываются на базе московских центров, на базе московских клиник, на базе других учреждений, санаториев прежде всего. И специальные реабилитационные программы формируются. И, конечно, это не только прогулки и не только дыхательная гимнастика, хотя это очень-очень-очень важный компонент реабилитации. Но это и психологическая реабилитация, потому что люди обращаются и с нарушением сна, и с нарушением когнитивных функций, и с чувством беспокойства. Это, помимо всего прочего, ларингологические проблемы, когда долго-долго не возвращается обоняние. И с этим тоже есть методики, которые позволяют бороться. Это заболевания сердечно-сосудистой системы, которые должны быть, так сказать, профилактированы во время проведения реабилитации. И это комплекс мероприятий. И нельзя сказать, что одна проблема более важна, чем другая. И современные методики, они как раз подразумевают вот такое вот широкое понятие реабилитации. Здесь, наверное, важно сказать о том, что в зависимости от степени тяжести ковида, конечно, может различаться. Потому что, конечно, при тяжёлой степени там предполагаются и различные варианты упражнений и подобное. А при лёгкой действительно диету, на самом деле, и прогулки-то и без ковида желательно проводить. Потому что мы вот очень часто пациентам после окончания лечения, даже после трансплантации, рекомендуем рано ехать домой, рано, так сказать, выходить из больничной среды. Это вот действительно очень-очень важно. Отдельно хотелось бы сказать, что у нас есть ещё один вопрос относительно других инфекций. И очень отрадно, что мы как бы тему выбрали не только COVID-19, потому что она, честно сказать, с одной стороны бесконечная, а с другой стороны мы её уже много раз освещали. Ничего не поменялось с новым штаммом, потому что, к большому сожалению, заболеваемость сейчас растёт. Вы видите, семимильными шагами буквально. Москва, к сожалению, как обычно в лидерах, поэтому мы всячески проводим противоэпидемические мероприятия, но, к сожалению, без разрыва контакта она невозможна. Поэтому, к счастью, нас могут поддержать субъекты, куда мы можем наших пациентов пригласить, точнее, как сказать, отправить на этап лечения. Поэтому здесь, конечно, такое взаимодействие хорошее. Но я к чему? Что кроме COVID-19 есть и другие инфекционные заболевания. Но тут вопрос такой замечательный очень. Хотелось бы поблагодарить того автора, кто его задал, потому что здесь как бы и COVID, и другая инфекция. Давайте его зачитаем. Подскажите, пожалуйста, ребёнок в ремиссии, проходим поддерживающую терапию. В самом начале лечения диагностировали аспергиллез. Проходили трудные лечения, отсюда нахожусь в постоянном страхе, что ребёнок подцепит какую-то инфекцию. Максимально стараюсь ограждать его от всего. Забрали старшего из садика, чтобы он не приносил никакие инфекции. Какой алгоритм действия, если ребёнок подцепил какой-либо РВИ? Это сразу госпитализация в стационар или же амбулаторно, возможно? Тут хотелось бы начать с того, что, скорее всего, всё-таки, если поддерживающая терапия, скорее всего, видимо, такая гематологическая опухоль, хотя мы тут, ну, не написано. Важно отметить, что всё-таки аспергиллез – это обратимая ситуация. Если вы уже на поддержке, а это было в начале лечения, его вылечили, потому как у нас сейчас, слава богу, хороший есть арсенал таких антиаспергиллезных препаратов, начиная от пероральных форм и заканчивая внутривенными. Но, конечно, предрасположенность, и особенно поддерживающую терапию, учитывая, что лечение не закончено, конечно, всё-таки чуть выше для различных респираторных заболеваний и тому подобное. Но, Татьяна Викторовна, как вот по опыту организации санэпидработы, надо ли старшего из садика забирать, и действительно нужна ли сразу госпитализация в стационар? На самом деле не всегда старшего ребёнка необходимо ограждать от посещения детского дошкольного учреждения, потому что это решает семья, но на самом деле разобщить детей в одной семье хоть и сложно, но можно. Здесь же что важно, чтобы не было прямого близкого контакта. Ну, допустим, достаточно организовать спальные места у детей в различных комнатах. Достаточно, чтобы вместе они не проводили так много времени, особенно в тот период, когда один из детей заболел. Его можно изолировать в комнате, выделить отдельную посуду и препятствовать его общению с младшим или старшим ребёнком, ну, с братом или сестрой, да, соответственно. И тем самым тоже, в общем-то, обеспечить противоэпидемиологические мероприятия. Госпитализация в стационар. Ну, как мы знаем, острая респираторно-вирусная инфекция различается по степени тяжести. И если это лёгкое течение, то обычно не требуется госпитализация в стационар. И только в случае возникновения тяжёлых форм ОРВИ, конечно, ребёнок подлежит госпитализации. Либо, если это развиваются осложнения. Существует очень небольшой перечень, когда госпитализация показана по социальным условиям. Ну, допустим, это многодетная семья, живущая в однокомнатной квартире, где просто нельзя изолировать такого ребёнка. Но это, как говорится, вот совсем другая история. Тогда, да, тогда пациент по показаниям покидает своё жильё. Но в целом обычно ОРВИ даже у наших пациентов на поддерживающей терапии не носят всё-таки тяжёлого течения. Удаётся справиться теми простыми средствами, которые выписывает педиатр. Но что хочется сказать, что семья – это маленький коллектив. Для наших пациентов очень важно ограничение в целом социальных контактов. И поэтому мы просим, чтобы весь период поддерживающей терапии ребёнок находился дома, не посещал людных мест, чтобы родители и родственники, которые его окружают, не приходили в семью, имея катаральные явления, имея насморк, кашель, чтобы они, в общем-то, не посещали в это время ребёнка. Или они контактировали с каким-то инфекционным больным. Или имеют какие-то патологию на коже, я имею в виду инфекционного, конечно, характера. От этого надо оградить пациента, получающего поддерживающую терапию. И вообще вот эти методы ограничительные, они крайне важны. И у себя в стационаре, наладив вот эту противоэпидемическую работу и прежде всего ограничительную, ограничив контакты, мы увидели ряд положительных моментов. Поэтому это непопулярные, может быть, меры среди родителей. Никому не хочется сидеть в боксе, всем хочется выйти, общаться, гулять. Но сейчас не та ситуация. И поэтому, пользуясь случаем, мы знаем, что нас иногда смотрят и родители, и сейчас наверняка смотрят родители. Прежде всего мы хотим обратиться к родителям детей, которые сейчас, возможно, проходят лечение. Обратиться к вам за помощью, за тем, чтобы вы нас поддержали и приняли разумно наши просьбы о изоляции в боксах, об ограничении контактов, об ограничении контактов с курьерами, с родственниками, которые вас наверняка хотят проведать. Давайте воспользуемся сегодня для этих целей телефонами. У нас у всех есть видеосвязь, есть телефоны. Есть инстаграм. Есть инстаграм. Давайте воспользуемся социальными сетями и пообщаемся вот таким способом с тем, чтобы детей, которые сегодня проходят лечение, которым так важно сохранить тайминг, а мы уже об этом говорили, имели возможность сохранить этот тайминг и имели возможность получить все этапы лечения в те сроки, какие были намечены, чтобы не сломалась та преемственность лечения, которая была запланирована в начале, когда ребенок поступал в стационар. Это первое, что мы хотели сказать. А второе, раз уж мы затрагивали вопрос диеты, то также, пользуясь случаем, хотелось бы обратиться к мамам детей, которые проходят лечение. Мы постоянно проводим беседы, как правильно питаться ребенку. Мы говорим о полноценном, сбалансированном питании. Мы говорим о том, что питание у ребенка естественным способом не должно прекращаться до тех пор, пока ребенок может получать питание через рот. Кишечник должен работать, железы секреторные должны функционировать. Важно это для того, чтобы не только сохранялось эмоциональное состояние, но и чтобы, конечно, поддерживались все обменные процессы, и чтобы у ребенка было достаточное количество, прежде всего, белка, как строительного материала для всех клеток. Но поскольку рядом с ребенком находится постоянно ухаживающее лицо, это мама или папа, то очень важно, чтобы ухаживающее лицо питалось правильно. И здесь появляются новые требования питание, питание родителей. Сегодня мы знаем, что по закону мы обеспечиваем всех родителей до 4 лет лечебным питанием, тем, которым мы кормим и деток. А вот для родителей старше 4 лет, которые, в общем-то, обеспечивают питанием себя сами, и вольны, так сказать, в выборе блюд, мы очень рекомендуем прислушаться к этим требованиям, которые предъявляются к детскому питанию. Родитель, находящийся в непосредственной близости от ребенка, должен питаться также правильно. То есть это должно быть с инфекционной точки зрения питание прежде всего безопасное. То есть оно не должно содержать повышенного микробного числа. О чем идет речь? Ну, то есть взрослый не может в присутствии ребенка есть орехи. Вот не может и все, потому что в шелухе орехов находятся определенные грибы, которые будут для пациента со сниженным иммунитетом, даже если он их не употребляет, а контактирует с ними через дыхательные пути, когда взрослый разгрызает вот эту вот кожуру, да, этого ореха или раскалывает. Ребенок в это время получает приличную нагрузку таким инфектантам. Это также относится к фастфуду, к непроверенной или недоброкачественной продукции. Помните, заболел родитель, и он становится источником инфекции для своего ребенка. Самый близкий контакт сейчас у ребенка – это то лицо, которое за ним ухаживает. Поэтому особые требования к этой проблеме, в том числе и среди родителей. И очень хочется отрадно отметить, что есть родители, которые прислушиваются, и есть родители, которые это понимают, что от поведения, моего сегодня поведения, как родителя, зависит будущее моего ребенка. И это осознанное лечение, и это сотрудничество, то, к чему мы и стремимся, к достижению чего мы и стремимся. И считаем, что это вот то наивысшее состояние, которое должен достичь каждый родитель и врач вместе. Да, вы знаете, замечательный, так сказать, спич. Я думаю, что в этом плане инфекционная безопасность действительно начинается не только с аэрозольной ситуации, но и связано с приемом пищи. Потому как мы много говорим про ковид, но регулярно забываем, что банальные кишечные инфекции могут принести даже не меньше, а больший вред ребенку и всему коллективу. Потому как если ковид мы можем изолировать с точки зрения аэрозольной, то когда контактная начинается, это, поверьте, гораздо хуже. И, слава богу, давно уже мы не говорим там про эпидемии, например, клостридиальной инфекции. Ну вот в этой ситуации, конечно, раньше было очень, так сказать, тяжело. Хорошо, вы знаете, у нас тут есть вопрос такой интересный по поводу рака легкого. Тут спрашивают, излечим ли он. Но вы знаете, рак легкого разный, тем более все-таки такая взрослая ситуация. Я к чему? Что, пожалуйста, посмотрите, я думаю, что несколько эфиров у нас есть по раку легкого. Если есть остались вопросы, то тоже их можно задать в личные сообщения при службе традиционных, которые всегда на наших эфирах, ну, собственно, они и организаторы, они всегда эти вопросы передают. У нас вот такая вот не детская такая тема. Хотя, мне кажется, вот я помню у нас опухоль главного бронха, ну, по типу взрослого типа. Наверняка взрослый тип есть и у деток тоже. Ну, наверное, это были старшего возраста и наверняка это верхние дыхательные пути скорее. Ну, это тоже речь может идти о молодых взрослых, у которых, в общем-то, встречается тот же спектр заболеваний, который, с одной стороны, присущ детям, а с другой стороны, они уже вошли во взрослую жизнь, на них начинают действовать длительно те факторы, которые действуют и во взрослом возрасте, и что может приводить к формированию вот таких взрослых опухолей, в общем-то, в молодом возрасте. Это особая группа пациентов. Что же хочется сказать о детях с поражением верхних дыхательных путей опухолями взрослого типа? К счастью, таких случаев немного. Но здесь иные факторы риска. И на сегодняшний день вот для этой группы заболеваний отвергнут риск длительного курения, ну, потому что дети болеют в 7 лет, они априори не могли длительно курить, даже если это беспризорники, которые начинают этим заниматься. Тяжело длительно курить, это правда. Да, это сложно представить в 7 лет, что он длительно курил. Или, допустим, воздействие алкоголя, но по той же причине жевание табака, которое приводит действительно к развитию рака губы, рака полостерта у взрослых пациентов, особенно проживающих в определенных регионах. Ну, надо сказать, что у детей таких зависимостей нет. Это прежде всего, если говорить, от чего у детей это бывает, то здесь иные факторы. И прежде всего, это вот вирус папилломы человека, о чем говорил Кирилл Игоревич. И причем этот вирус папилломы человека ребенок может получать при прохождении родовых путей от мамы, инфицироваться во время родов. И это особая проблема, которой, в общем-то, этой теме можно посвятить также и нашу детскую среду, всем вирусным, вирусной идеологии, злокачественных опухолей. И это очень такая интересная тема, животрепещущая. А самое главное, что чтобы защититься от этой проблемы, достаточно сделать прививку. И в большинстве случаев на 96% квадривакцина защищает от ВПЧ ассоциированных опухолей того человека, который вакцинирован. Да, это действительно так. Да и многие вакцины защищают. Если уж возвращаться к нашей ковид-вакцинации, то здесь мы кратко проговорим, что все-таки важно защитить, прежде всего, себя, потому что источником для больного ребенка является всегда близкий человек или, не дай бог, медицинский работник. Поэтому, конечно, все эти группы должны быть максимально, скажем так, вакцинированы. Ну и повторюсь, у нас уже анамнез уже многих там больше года после вакцинации. Действительно, никаких нет побочных эффектов. Поэтому, пожалуйста, действительно, можно вакцинироваться. Ну, вы знаете, хотелось бы, Татьяна Викторовна, еще спросить по поводу, возвращаясь к COVID-19, хотелось бы у вас спросить про опыт и вообще в целом про такую, как бы, что в детской онкологии происходит. Вот для детской онкологии COVID-19 сам по себе страшен или все-таки осложнение? Что сложнее? Действие некого СВМ вируса или, например, бактериальная инфекция или откладывание терапии? Что, как сказать, хуже для детей? Да, вот с COVID-19 в детской онкологии следующим образом обстоит проблема, что, с одной стороны, это вот та диагностика, которую мы проводим на ранних сроках, когда мы должны различить, COVID-19 это или все-таки опухоль. Вторая сторона, следующая сторона этого вопроса, это когда ребенок заболел в начале терапии и у него отсрочились определенные этапы. И это страшно, потому что на начальном этапе лечения мы не достигли контроля над опухолей. Мы не знаем, как эта опухоль отвечает на наше лечение. И если здесь мы допустили вот такое отсроченное лечение, то это будет крайне негативно. Еще одна сторона вопроса, если ребенок закончил лечиться, подвергся иммуносупрессивной терапии и заболел ковидом, то здесь начинается еще одна проблема, он является длительным вирусовыделителем. И вот это вирусовыделение может быть 50 дней и больше описано в статьях, что это и дольше длилось. По нашему опыту у нас вот опыт 50 дней ребенок выделял вирус. То есть он был опасен для окружающих, он не мог быть выпущен, отпущен из стационара, он все эти дни находился в стационаре. По счастью, это история со счастливым концом, потому что все-таки ребенок и от вируса освободился и не подлежит дальнейшему лечению, поскольку он уже закончил терапию. Но ситуации складываются и другим образом. Допустим, ребенку планировалось хирургическое лечение, а он заболел. Он заболел и на острый период он изолируется, лечение специальное опять откладывается. Откладывается хирургическое лечение. Когда он выпишется и выздоровеет, начинается все заново, подготовка. Во-первых, уточнить в каком статусе ребенок. Хорошо, если он сохранил достигнутый эффект, и мы продолжаем контролировать болезнь, а если нет, а если нет, значит, это противорецидивное лечение. То есть, на каждом этапе ковид выносит свой существенный вклад в то или иное лечение, заставляя нас приспосабливаться все время к этим сложившимся условиям. Вот поэтому, чтобы этого не было, хочется опять же обратиться к родителям. Уважаемые родители, в ваших руках будущее ваших детей. Пожалуйста, сделайте вакцину, пожалуйста, вакцинируйтесь. Весь наш коллектив вакцинирован. Все, от санитарки до директора института, все прошли полный цикл вакцинации, прошли ревакцинацию. Вы видите, мы совершенно нормальные люди, мы продолжаем выходить на работу, с нами ничего не произошло, это безопасно. Поэтому, пожалуйста, мы очень ждем, что вы нас поймете и сделаете прививку, сделаете правильный выбор. Спасибо большое. Но здесь, с другой стороны, здесь пошли вопросы опять по COVID-19. Давайте на них отвечать, потому что я, вы знаете, заметил, мы традиционно за беседой и упустили, что уже 20 минут осталось всего-то. А вопросов еще много. Здравствуйте, может ли вирус COVID-19 спровоцировать активный рост опухоли у ребенка с диагнозом саркома Юинга? Спрашиваю, так как сейчас боремся с рецидивом, переболев COVID-19. Ребенок. И связано ли это с особенностями организма ребенка или это в условной большей части свойствами вируса? Здесь это продолжение предыдущего вопроса, а мы сначала как-то не можем его найти. Давайте мы по поводу бурного роста, что касается саркома Юинга. Мы как раз и начали этот разговор с той точки зрения не того, что вирус сам провоцирует, а если вирус прерывает лечение, а вот как раз как не всегда можно химиотерапию с COVID-19 вводить, то как раз вот это провоцирует. Но слышали ли вы о том, чтобы какие-то может быть случаи, тут тоже про сори опухоль спрашивают, может быть случаи, когда действительно там такая вот вирус ассоциированная прогрессия. Вот по части гематологии, скажем так, таких статей нет. А вот может быть что-то по солидной? По части солидной онкологии таких статей нет. То есть на сегодняшний день вирус ассоциированных с сарком по крайней мере нет. Поэтому говорить о том, что впрямую вирус спровоцировал рецидив, наверное, нельзя. А вот то, что внеся вот те изменения в лечение и отсрочка начала какого-либо этапа, который в связи с тем, что ребенок заболел вирусным заболеванием и был вынужден получать лечение, на фоне которого нельзя проводить химиотерапию, потому что химиотерапия все равно назначение химиотерапии имеет не только показания, но и противопоказания. Вот здесь вполне может быть. Я как вариант сказала, конечно, химиотерапия относится к лучевой терапии, к хирургическому лечению. Видимо, были противопоказания и риск проведения специального лечения, нежели отсрочка его, был выше. И вот всегда здесь врач должен пройти между сциллой и хорибдой, чтобы, в общем-то, не навредить прежде всего пациенту. Но опухоль имеет свой график развития, и впустившись однажды в рост, она может не остановить своего бега, несмотря на те противорецидивные схемы, на смену препаратов, на смену вид лечения. Поэтому очень важно, очень важно соблюдать временные интервалы, и очень важно не допускать развития инфекции. Поэтому сегодня мы именно об этом и говорим. Сложно уловить связь. Я прошлась, мама, прошлась без маски, я подошла к своему ребенку без маски, возник инфекционный эпизод через 3-7 дней, но я уже забыла, что я была без маски, а эпизод возник сейчас. Отложили терапию, и возник рецидив. Связать, что кто-то ходил без маски с тем, что развился рецидив, достаточно сложно, и тем не менее вот такая связь есть. Спасибо огромное. У нас также есть вопрос, который, часть вопроса, видимо, извините, если вы до этого задавали, то пожалуйста проговорите, потому что здесь вот я начал читать, связано ли это с особенностями организма ребенка, или это условно больше части свойствами вируса. Тут, видимо, и свойства вируса, и организм ребенка, но вот какова же первая часть вопроса. Ну, такой вопрос, откуда взялся этот вирус вообще, почему раньше такого не было? Почему раньше такого не было? Да, был всегда, коронавирус был всегда, вызывал респираторно-вирусные инфекции, вот такого штамма не было, 19-го, но были другие штаммы, проявлялись они обычными симптомами урвина, иногда наложениями в зеве, иногда это сопровождалось температурой, иногда температуры не было, они давно известны, они установлены, поэтому это разновидность этого вируса, с которым человек не встречался в течение своего развития, долгие-долгие годы не встречался, и вот, наконец, по влиянию неких факторов был сформирован такой штамм, мы не знаем на сегодняшний день какие-то были факторы, но не только этот штамм сформировался, но и поскольку у нас нет природной защиты от него, человечество с ним не сталкивалось, он стал активно проникать в клетки человека, инфицировать его и вызывать заболевания, но это, наверное, этап развития человечества, как любые другие эпидемии, с которыми мы уже сталкивались, человечество я имею в виду, может быть, не мы конкретно в своей жизни, но человечество точно сталкивалось, и у человечества есть опыт борьбы с тяжелыми, опасными, в том числе и вирусными инфекциями, ну, например, вирус коря, человек научился же бороться с этой инфекцией, научился, научился брать ее под контроль, научился, и с рядом других ситуаций тоже научился, я думаю, что обязательно мы сможем побороть и эту проблему, но нужно, нужно самодисциплина, нужно ее не усугублять, это действительно так, потому что, честно сказать, со многим удалось справиться действительно не только благодаря некому природному иммунитету, но и благодаря вакцинации, потому как, знаете, до вакцинации от COVID-19 были страшерки про вакцинацию там от гепатита B, наверное, лет 15 назад, насколько он не начал активно внедряться в календарь, что от него точно будет онкология, также были страшилки про прививки и вакцинацию от гриппа, но от гриппа к большому счастью сложнее, скажем так, иметь побочные эффекты, но тем не менее, вот подоспела первая часть вопроса, спасибо большое, да, вопрос об особенности к течению коронавирусной инфекции у детей, конечно, преморбидный фон, то есть, имеется в виду, какие есть еще заболевания у ребенка, они, конечно, влияют. Большому сожалению, несмотря на то, что раньше говорилось, что дети совершенно не болеют, COVID-19 это совершенно не так, у нас это не только дети с онкологическими заболеваниями, но и в целом дети и пневмонии возникают, здесь, конечно, общее здоровье организма очень сильно влияет, поэтому, конечно же, скажем так, усугублять что-то не нужно и в этом плане, если, например, у ребенка есть какие-то хронические заболевания, у нас есть детки с хроническими заболеваниями, конечно же, старательно, желательно, извините, не заразиться. Про вакцинацию для детей у нас пока официального одобрения нет, вы знаете, что сейчас это на такой формате испытания, поэтому здесь, прежде всего, барьерные различные ситуации. Я думаю, наверное, это такой, такой хороший вариант. А вот, если, например, есть хронические заболевания респираторного тракта, особенно нос, ротоглотка и так далее, может ли быть, ну, выше ли риск COVID-19, если, например, ренит какой-нибудь хронический, или танзелит, или что-нибудь такое, или такой прямой зависимости нельзя сказать, что есть. Официальных данных о прямой зависимости и связи хронических заболеваний с определенной степенью тяжести COVID-19 инфекции у меня нет. И на сегодняшний день я не встречалась с такими данными. Вот по сердечно-сосудистым заболеваниям мы знаем, по бронхиальной астме мы знаем, а вот именно по верхним дыхательным путям, ну, пока мы таких не встречали. Но хочется что сказать, что от чего возникает, да, заражение? Это от длительности контакта между инфицированным и, соответственно, пациентом, от вирусной нагрузки, то есть от того, ну, как этот контакт будет осуществляться с наличием барьерных средств, при наличии маски у двух, так сказать, составляющих, у двух контактирующих, или без маски, когда непосредственно вся слизь достигает верхних дыхательных путей одного из людей, и, соответственно, вирус беспрепятственно проникает на слизистую носоглотку. Мы знаем, что именно в этой области происходит первое внедрение вируса, и именно из носоглотки забирается мазок для того, чтобы выполнить ПЦР-тест. Поэтому вот такие, и время, конечно, одно дело, если мы прошли мимо инфицированно, то есть контакт был минимальный, а другое дело, если мы находимся в замкнутом помещении, в близком контакте, спим в одной комнате, принимаем пищу в одной комнате, здесь, конечно, риск получить инфекцию значительно-значительно выше. Что же касается конкретного человека, ну, наверное, конечно, если в целом пациент с иммунодефицитом, то экстраполируя другие данные, наверняка у него могут быть выше риски, но это только экстраполяция, данных точных нет. И мы прекрасно знаем обратную сторону, когда мы видим репортажи, молодой мужчина, занимающийся спортом, заболел ковидом. То есть есть еще и индивидуальная восприимчивость, которая складывается из множества иных факторов организма. Вакцинация у детей с онкологией когда-как. Если говорить про ковид-19, то сейчас пока такие рекомендации не разработаны. Но в целом вакцинация, она после окончания лечения проводится. У нас отдельный эфир был, мы призываем его посмотреть. Честно сказать, Татьяна Викторовна, вот это был завершающий вопрос, сейчас пока новых нету, а у нас совсем мало времени осталось. Есть, так сказать, рабочее предложение переходить потихонечку к заключению. Что-то можете сказать в напутстве про инфекцию? В напутстве, конечно, хочется сказать прежде всего, это осознанное овладевание методами, которые нас предохраняют от инфекции, это ношение масок, это ограничение контактов, это соблюдение всех эпид-мероприятий, которые на сегодняшний день доступны, это обработка рук, обязательная обработка рук после того, как мы побывали в людном месте, это и вода с мылом, это и спиртосодержащие антисептики, это, так сказать, не посещать, вот иметь тот внутренний стержень, который не позволяет нам с явлениями ОРВИ выйти на работу или пойти в людное место. Помните, вы для кого-то будете источником инфекции, пожалуйста, ограничьте себя, сделайте это, один раз сделайте, переступите через свои, вот хочу, перенесите это в поле вот именно опасности. Это сотрудничество родителей и врачей, которые направлены на поддержание вот того высокого уровня тех противоэпидемических мероприятий, которые мы здесь осуществляем по поводу всех инфекций. И, конечно, хочется пожелать всем крепкого-крепкого здоровья. Спасибо большое, замечательные пожелания. Действительно, тема инфекции, она бесконечна, боремся с одним, получаем что-то новое, но здесь действительно такая вот совместная ответственность и медицинской части, и родительской, родительской, пациентской. Замечательный эфир, очень были рады вас снова видеть, надеемся, что тема была актуальна, и мы по вопросам, комментариям видим, что тема актуальна. И хотелось бы напомнить, что с вами была Татьяна Николаевна Горбунова, главная врач НИИ детской онкологии, гематологии, Кирилл Геевич Киргизов, заместитель директора, так сказать, указанного выше НИИ. И, конечно, хотелось бы завершить эфир просто комментарием от одной из наших слушательниц. Спасибо огромное вам за эфир, здоровья вам, действительно, здоровья вам, счастья, и до будущих встреч на детской среде. Продолжение следует...